В эфире телеканал ЭТОН-ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье. В Ереване продолжается саммит ЕС, на котором присутствуют лидеры ведущих стран. Под ведущими, я понимаю, ведущие страны этой организации. Владимир Владимирович Путин, Лукашенко, президент Ирана и так далее. И, конечно, все сегодня обсуждают не сам саммит, а селфи, которые сделал президент Армении Пашинян в автобусе, на котором изображены все эти лидеры, мирно сидящие, как многие пользователи сетей написали в ереванской маршрутке. На связи с нашей студии из Москвы Аркадий Дубнов, политолог. Аркадий, здравствуйте. Добрый день, Саша. Аркадий, на ваш взгляд, чем эта сессия, вот эта встреча отличается от предыдущих? Я маленькие поправки так внесу в ваши слова. Ну, во-первых, саммит уже закончился, он такие саммит очень короткие. Вчера начался, вчера же и закончился. А второе, Пашинян не президент, а премьер-министр. Ну, там эта страна фактически первое лицо в стране, там парламентская система. Ну, значит, будет президентом, я ему так пожелаю. Да, 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 да. Ну, когда нечего будет делать, можно и президентом побывать. Значит, ну, этот саммит, судя по некоторым свидетельствам, был проведен в таком хорошем настроении его участников. Ну, во-первых, армянскому лидеру было очень, так сказать, престижно принимать высоких гостей, поскольку он власти только вот еще и года формально не находится, после того, как стал премьер-министром. И это, конечно, весьма увеличивает его, так сказать, даже внутренний рейтинг, что очень важно, да и внешний тоже. Второе, ну, появляется свидетельство, что именно в Ереване произошли такого рода события, были подписаны соглашения о достижении зоны свободной торговли стран ЕС, вот с такой, например, страной, как Сингапур, казалось бы. Где Сингапур и где страны ЕС. И тем не менее, видимо, все-таки нашлись какие-то возможности для сотрудничества, для беспошлиной или малопошлиной торговли на нужные товары для обеих сторон и так далее. Не меньшее, даже, может быть, большее, конечно, значение имеет приезд в Ереван президента Ирана Раухани. Кстати, заметим, что в эти же дни стало известно, что младший брат Раухани получил пять лет тюрьмы за коррупционное преступление. Так вот, Раухани также сообщил, что в Тегеране с не меньшим основанием надеются подписать такое же соглашение о зоне свободной торговли с евразийским экономическим сообществом. Ну и, соответственно, там были переговоры у Раухани с Пашиняном, он встречался с Путиным. В общем, могу себе представить, что сейчас чрезвычайно важные контакты должны быть у Тегерана с лидерами, такими как президент России. Ну и самая забавная, наверное, деталь, вы уже упомянули о ней, которая, в общем, дала миру возможность напомнить об этом саммите, о Пашиняне и вообще о некоторых характеристиках глав государств. Во всяком случае, вот в нашей зоне ответственности, в наших частях света, это то, что Пашинян человек весьма очень непосредственный и очень живой, что хорошо видно по этому селфи. Дал себе, так сказать, свободу рук, в буквальном смысле, вынул свой смартфон и сделал селфи. Сделал селфи в этом микроавтобусе, в котором были накрыты белыми, так сказать, покрывалами кресла. Мягкие сидели все лидеры, которые присутствовали на этом саммите, за исключением президента Белоруссии Александра Лукашенко. Да, как заметила моя жена, видимо, потому его там не было, что он был за рулем. Но, к сожалению, казалось все несколько драматичнее. Как сказал сегодня Пашинян, выступая в Орландии, отвечая на вопрос, где Лукашенко, почему он отсутствует на этом селфи, премьер Армянский сказал, что у него случилось горе в семье, он вынужден был отбыть из Герливана раньше. Ну вот, еще одна деталь, которая была очень показательной для пребывания Путина в Ереване, и я вот писал дневно об этом раньше, и сегодня сейчас уже написал, в Ереване очень напряженно ждали возможности того, что Путин навестит в СИЗО, в изоляторе следственном, второго президента Армении, находящегося под следствием, Роберта Кочаряна, которого обвиняют уже при новой Пашиняновской власти в попытке осуществить конституционный перерод, так называемый, в 2008 году. Ну, это долгая история, мы будем вам об этом говорить, но факт, что эти слухи казались совершенно невероятными, невероятными, действительно, Путин и Кочаряна действительно друзья, и Путин это все время подчеркивает во время судебного преследования Кочаряна, но представить себе, что он отправится в СИЗО, конечно, было сложно. Ну, честно говоря, слава богу, этого не случилось, но, тем не менее, Путин принял в российском посольстве в Ереване супругу Беллу Кочаряна и выпил с ней чашку чая и провел какое-то время беседе. То есть это, в общем, еще один знак того, что Путин как бы своих не бросает. Вот такие вот внешние, внутренние итоги Ереванского саммита. Аркадий, давайте вернемся к экономической составляющей. Подписание соглашения о беспошлиной торговле с Ираном, если таковое состоится в ближайшее время, это такая, знаете, маленький плевок с далеко идущими последствиями на ласкан-пиджака Дональда Трампа. То есть в то время, как Соединенные Штаты наращивают давление на Иран и усиливают санкции, Россия и ее, так сказать, друзья, члены этого уважаемого сообщества, открывают свои границы для беспошлиной торговли с Ираном. То есть насколько это может вызвать обострение политической ситуации? Ну, политической ситуации, как бы между кем и кем, или, так сказать, на основе чего? Я, честно говоря, как и все мы, наблюдая за телодвижениями 45-го президента Соединенных Штатов, прихожу к выводу, что, в общем, с него как с гуся вода. Или с Путина как с гуся вода, чтобы он не делал и казалось бы во вред, так сказать, отношениям с Трампом. Оба лидера очень деловые, очень прагматические лидеры. И Трамп, исходя из того, что он делал до сих пор, и как он это делал, вполне мог, готов был подвести Иран к точке кипения настолько, что усиливает давление последовательный долг, а в какой-то момент мог остановиться и изменить свою политику на 180 градусов, и предложить Раухаме прочную и долгую дружбу. А как это вот он пытался делать с северокорейским лидером, человеком ракеты, Ким Чен Пин, да? Так вот, то, что делает Путин по отношению к персам, да, я думаю, что Трамп вполне понятно. И ничего серьезного, никак это не серьезно не скажется на отношениях Путина и Трампа. Я не говорю на российско-американских отношениях, я говорю на отношениях Путина и Трампа. Потому что у них там своя химия, которую пытаются, видимо, серьезно подорвать демократы, демократическая партия, да, в Штатах. А это, в общем, предостаточно, я бы сказал, такая суверенная часть отношений между этими двумя неплохо понимающими друг друга парнями. Там еще была такая вишенка на торте, связанная с тем, что рассматривается вопрос о подписании соглашения беспошлиной торговли еще и с Израилем. То есть просто будет замечательно, мы сможем торговать через это уважаемое сообщество с Ираном абсолютно беспошлино. Это в качестве насмешки ПВА или это на полном серьезе? Нет, никакой насмешки. Я думаю, что мир достаточно, гораздо более циничен, чем нам, наверное, с вами хотелось бы представить. И это вполне можно себе представить. Слушайте, я был, например, присутствовал на саммитах Шанхайской организации сотрудничества, где, так сказать, печальной памяти президента Ирана Махмуд Ахмагинежад сыпал проклятиями, значит, на сионистского агрессора и на дядюшку Сэма, который ему способствует. И мне кажется, что, в общем, приглашенным на каком-то из этих саммитов были даже представители Израиля. Ничего, все, так сказать, пережили. А уж здесь-то Раухани просто чуть ли не либерал из либералов. И, в общем, почему бы не представить себе, что он может оказаться за одним столом с представителем сионистского режима. Нет, я, конечно, утерирую, Александр, я, конечно, утерирую. Конечно, я, представьте себе, серьезно это не могу, но перспектива такая однозначно не близка к нулевому. То есть, поменьше надо слушать то, о чем они говорят, и побольше наблюдать за тем, что они делают или собираются делать. Разумеется, конечно. Тут еще и европейцы играют свою, так сказать, скрипочку, да, вполне... Европейцы тут вообще в сторонке оставили? Они бедные там как бы за кадром? Ну, понимаете, совсем за кадром. То есть, они могут быть за кадром, но, тем не менее, они все-таки свою игру там имеют. То есть, все играют со всеми. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо большое политологу Аркадию Дубнов, город Москва, и всего доброго. Дорогие друзья, мы переходим к следующей теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова